Добрый вечер! Здравствуйте! Это программа «Здравый смысл». Уже завтра вся страна будет отмечать самый главный праздник – День Победы. В гостях у нас сегодня заместитель главы администрации Любовь Валентиновна Васильева. Любовь Валентиновна, добрый вечер! Добрый вечер! Первый вопрос. Как город готовился ко Дню Победы? Какие мероприятия уже проведены? Что сделано? Да, я сразу хочу сказать. Было, конечно, нелегко, потому что в этом году у нас нетрадиционный формат. Мы не сможем, к сожалению, провести концерт традиционный в ДКПНТЗ и пригласить ветеранов, поздравить их со сцены, поаплодировать им. Мы не сможем провести наш традиционный парад на Площади Победы, откуда отправляется наш бессмертный полк. Но, несмотря на такую ситуацию необычную, мы все равно подготовили ряд мероприятий. И мы проведем 9 мая так, чтобы этот день остался тоже в памяти. Тем более, это у нас юбилейный год. Давайте начнем с того, что уже сделано на данный момент. На данный момент, 6, 7 и 8 сегодня мы завершили объезд ветеранов. Это 62 человека, которые относятся к категории участник и инвалид Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, мест принудительного лишения свободы и блокадники Ленинграда. Объезд совершили у нас волонтеры, которые работают в городском штабе волонтеров и обслуживают как раз именно категорию граждан старше 65 лет. И мы провели вручение не только поздравительных открыток за подписью главы, а также вручили сертификаты на 10 тысяч рублей на приобретение стройматериалов в строительном магазине. Также вчера и сегодня проводится общероссийская акция «Высадь дерева или растения под окнами ветеранов». Эту акцию мы проводим силами управляющих компаний и нашего управления жилищно-коммунального хозяйства. Что высаживаем? Высаживаем деревья, саженцы деревьев своего рода. Также продолжаем акцию «Сад Победы». У нас запланировано было мероприятие высадка «Сада Победы» на ИКЦ. Мы ее проведем. Как только снимут все ограничительные мероприятия, данный «Сад Победы» будет высажен на территории ИКЦ. Сегодня высаживаем саженцы под окнами ветеранов. Насколько я понимаю, это общероссийские акции. Да, общероссийские акции. Наши местные акции. У нас очень много прошло конкурсов образовательных организаций. И два общегородских из них – это строки, опаленные войной. Дети в домашних условиях записывали стихотворения, направляли нам этот материал. И на основании этого материала подготовлены ролики. Они уже выложены на сайте администрации, в соцсетях. А также мы очень признательны нашим телевизионным каналам городским, которые возьмут и будут их транслировать 8-9 мая у себя в эфире. Вторая акция – это «Мы помним ваши имена». Дети вместе с родителями дома готовили материалы, посвященные дедушкам, прадедушкам, бабушкам, прабабушкам. Вспоминали подвиги своих родственников, которые ушли на войну, которые принесли нам победу. Данный материал также был направлен в управление образованием. На основании этого материала подготовлены ролики, которые будут транслироваться на центральных улицах, на уличных экранах. В соцсети-то эти ролики? Конечно, они размещены уже и в соцсетях, и на сайте администрации. Как я понимаю, сейчас много мероприятий уйдут в режим онлайн. Вообще люди охотно принимают участие в этом? Охотно. Действительно, люди откликаются и охотно принимают участие. И самое важное, здесь не только дети, но и родители, и бабушки, и дедушки. Это еще один повод семейного единения. Вспомнить вместе то непростое время, полистать альбомы, посмотреть еще раз на своих родственников, знакомых. Действительно, это время, когда люди именно сплочаются с семьей. Ну, традиционно, в последнее время пользуется большой популярностью такое мероприятие, как шествие бессмертного полка. В этом году как будем? В этом году, 9 мая, к сожалению, полк не сможет пройти. Но вот еще раз мы провели эту акцию, мы помним ваши имена. Подготовлены ролики, они будут транслироваться на уличных экранах. С этих экранов на нас будут смотреть те герои тех времен. Вот так у нас пройдет акция онлайн «Бессмертный полк». Также жители города проинформированы, что можно 9 мая на окна своих квартир разместить фотографии своих родственников. И это тоже своего рода пройдет по городу «Бессмертный полк». Вот интересный момент. Все равно улицы города ведь как-то будут украшаться? Улицы города уже украшены. Если вы обратили внимание, у нас размещены баннеры на въезде в город, мы обновили. На центральной улице проспект Ильича и установлена арка. А также установлены флажки на опорах освещения по городу, тоже на центральных улицах. Помимо этого, выданы 10 баннеров, посвященные тоже 9 мая. И они у нас появятся во дворах и появятся на территориях СТУ. Такой у меня еще вопрос есть. Традиционно в этот день принято возлагать цветы к мемориалам в память о погибших, в память о тех, кто воевал. Что-то будет делаться подобное в городе? Обязательно. 9 мая состоится традиционное возложение венков и цветов у основных мемориалов и памятников нашего города, а также сельско-территориальной местности. Конечно, пройдет в нетрадиционном формате, без зрителей и без гостей города. Но глава города, также представители крупных предприятий, они совершат данную церемонию и возложение венков состоится. Еще одна акция, которая опять-таки проходит по всей стране, она связана с флагом Российской Федерации. Первый Уральс каким-то образом будет принимать в этом участие? И в этой общероссийской акции флаги, флаг Российской Федерации, 9 мая мы также принимаем участие. Эта акция признана объединить людей, еще раз показать, что мы едины, несмотря на тяжелое время. Способ участия следующий. Люди на окнах и балконах размещают флаг Российской Федерации. В первую очередь это здания администрации, административные здания бюджетных учреждений и, конечно же, предприятий, которые внесли значимый вклад в Великую Победу. И мы раздаем флаги жителям города, жителям многоквартирных домов, чьи дома расположены на нашей центральной улице имени Ватутина. Я так понимаю, что в этом году у нас главное направление праздника, главная идея праздника – вовлечь как можно больше людей. Конечно, вовлечь как можно больше людей, именно принять участие дистанционно, не выходя из дома, соблюдая режим самоизоляции, но при этом вспомнить те времена, почтить память ушедших из жизни людей и оставаться главной дома, но в то же время отметить праздник. Для этого у нас подготовлен концерт, его не будет в ДКПНТЗ, к сожалению, но силами централизованной клубной системы, театровариант, мы подготовили концерт. Он уже готов, сегодня он будет размещен на сайте администрации, в соцсетях. То есть, в принципе, посмотреть концерт смогут не только те, кого мог вместить в зал ДКПНТЗ. А мы больше охватим людей, конечно. Зал у нас бы вместил не более чем 600 человек, а так мы его подготовили для всего города, чтобы любой житель нашего городского округа смог его посмотреть, вспомнить песни. Вот, кстати, про песни. 9 мая у нас еще одна очень важная пройдет акция, поздравительная наших жителей города. Традиционно с площади Победы звучат поздравления. Также на мемориале звучат поздравления. И они будут звучать и 9 мая. У нас организованы будут два КАМАЗа, на которые будут установлены звуковое оборудование, составлен маршрут из 19 дворов города, в которые заедет эта машина. Будет звучать поздравление, а также будет предложено жителям крупных дворов принять участие в общероссийской общегородской акции «Поем двором». И спеть вместе полюбившиеся известные военные фронтовые песни. Это «Катюша», «Смуглянка» и, конечно же, «День Победы». Людям достаточно просто выйти на балкон или подойти к окнам своей квартиры, открыть окно и вместе спеть эти песни. Маршрут составлен и уже размещен и в социальных сетях, и на сайте администрации. Ну, в общем, как я понимаю, несмотря на ограничения, этот праздник по-прежнему остается самым массовым и, пожалуй, самым главным для нашей страны. Конечно, обязательно. Большое спасибо за беседу. Ну, а с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь. Берегите себя.